Микс Ньюс 9.1. Все зачитаем, огласим. Первый вопрос у меня будет по поводу названия. Оно двоякое. Теири или Теирига? Вот как правильно? Правильно будет, наверное, Теирига. Теирига все-таки. То есть акцент на чистоту в переводе на русский язык. И зашла на Ваш сайт при подготовке. Он тоже такой стал очень прозрачный. Прямо легкость от него какая-то веет. Тоже была одна из концепций. То есть он такой очень... Весь такой с тонкими линиями. Ну вот прям чистота в чистом виде. Ну да, конечно. У нас концепция и вид работы тоже. Забота о окружающей среде. То есть и, конечно, вся наша символика, интернетная страничка и так далее. Это все делается именно так, как Вы сказали. Чтобы это была чистота. Чтобы был порядок. И все в порядке. Ну компания, можно сказать, что молодая по названию. Но у Вас у обоих опыт большой. Раньше Вы были в правлении компании КЛНР, которая тоже обслуживала и вывозила мусор из домов, из улиц Риги. Почему было принято решение объединить две компании? Это объединение двух компаний, которая выиграла тенту Рижской думы. И теперь, как планируется, об этом тоже чуть позже поговорим, на протяжении 20 лет должна обслуживать рижские дома и рижан, вывоз мусора именно. Почему было принято решение объединиться? Ну, скажем так, не было решения и не было объединения компаний. В Риге уже какое-то время в Риге проходил тендер на вывоз мусора, кто будет вывозить мусор в городе Риге. Потому что Латвии законодательство говорит о том, что каждый муниципалитет выбирает компанию, которая будет вывозить мусор. Одну компанию или несколько, может быть? Может быть, одна компания, может быть, несколько компаний, может быть, муниципальная компания, может быть, частная компания. Это зависит от самоуправления. И чтобы участвовать в этом тендере, мы создали компанию, которая участвовала, то есть с Ях Лейнер и Кобалты, поскольку мы не могли выполнить требования каждый по одиночке, мы создали компанию Крэб Рига, которая выиграла этот конкурс по вывозу мусора в Риге. И уже в последующем условия конкурса гласили о том, что часть этой компании должно создаться новое акционерное общество, что и произошло с долевым участием именно муниципалитета, то есть Рижской думы, интересы которого представляет Гетли Некоп и Легон. Поэтому, в общем, так резюмируя, то две компании, которые до этого работали в Риге и использовали свой опыт, знания в городе, пришли со своим предложением, победили и, объединившись с публичным партнером, то есть Рижской думы, была создана акция Собедриба, акционерное общество «Ты Рига». Но это акционерное общество, в том числе и муниципальное частично считается, или это частное предприятие? Это предприятие, в котором контролирующую функцию производит именно муниципалитет Рижской думы. То есть, как Рига Снамопар, Володнекс, как Рига Суденс и прочее, получается? Ну, не совсем, скажем так. Частие самоуправлений намного меньше, чем, например, в Риге Суденс, которая полностью муниципальная компания. Это все-таки компания, где 90% частная и 10% Рижской думы. А «Гетлини Эко» при их поддержке, при их одобрении или как это происходит? «Гетлини Эко» является как раз представителем интересов публичного партнера, то есть Рижской думы. Так как это муниципальная компания, они как раз в этом и принимают участие, как представитель Рижской думы. До 8-го числа, вот мы уже заговорили, что планируется, что на протяжении 20 лет вы будете работать, но сейчас Совет по конкуренции практически сразу высказал опасения по поводу того, что это монополия. И конкуренция тоже таким образом убивается, что не прямо сейчас, но через какое-то время мы можем понять, что это было, возможно, не самое правильное решение. И до 8-го августа, до вчерашнего дня Рижская дума должна была свои объяснения, какие-то советы по конкуренции высказать. Что сделала ли это Рижская дума, что там было написано, принимали ли вы участие для того, чтобы написать этот документ? Ну, насчет, что написала Рижская дума, мы не сможем комментировать, потому что мы все-таки частный партнер, и Рижская дума – это Рижская дума. Но вы вас спрашивали, что написать, чем вы таким обладаете, почему именно вы достойны и должны… Был тендер – это публьская сепперкомс, это публьская привата партнеры. То есть, там был тендер, который уже проходил примерно год, были две части, участвовали две компании, которые соревновались, у которых будет лучшее предложение, чтобы вывозить мусор. И, ну, так оказалось, что мы выиграли, и у нас было лучшее предложение. Я пополню своего коллегу то, что мы хотим сказать, что на самом деле этот конкурс проходил не один или два дня, он проходил достаточно длинный период, и подготовка к этому конкурсу тоже со стороны Риги проходила очень достаточно длинное, длительное время. И в том числе нам, как публичному партнеру, мы знаем, что все эти этапы, которые проходили, они проходили с согласованием определенного количества инстанций, там, ФТКТК, ЦФЛА, Министерство окружающей среды. То есть на всех этапах, как в подготовке самого конкурса, так и в проведении конкурса, так как коллега говорит, что он проходил в два этапа, это был международный конкурс, то есть там в нем могли принимать участие абсолютно из любой страны компании, потому что критерии были очень объемные, сам конкурс тоже был очень-очень большой, и, как вы упомянули, на длительное время, в связи с чем, то есть все эти этапы уже прошли. Ну, то, что комментарии появились именно буквально за последние несколько недель, это вопрос, наверное, не к нам. То есть получается, что и Министерство окружающей среды участвовало, да, то есть все это контролировало, и ФТК тоже принимало участие, то есть все было с их одобрением, можно сказать? Ну, безусловно, мы как… С их участием, как минимум. Мы претенденты со стороны исполнительной части, то есть нас заинтересовал этот конкурс, мы участвовали в этом конкурсе, подготовкой документов мы не занимались, мы именно как претенденты, который победил, который очень этому рад и хотим оказывать услуги. Ну, по закону получается так, в Латвии, чтобы это публичка, пивот, а то партнеры, либо чтобы осуществить, есть очень довольно-таки по закону действия, которые надо сделать, институции, с которыми надо согласовать. И Министерство и ЦФЛА как раз эти институции, с которыми это все было согласовано. И там в тендерной документации тоже было большой, как бы, объемный ПТИМС, исследование, да, почему именно такой образ вывоза мусора выбран был. То есть теперь, если какие-то, ну, последствия, да, вот этого заявления Совета конкуренции, министерство не сможет сказать, что мы ничего не знаем, и вообще там все неправильно, и как-то было там нечисто сделано. Ну, это было бы некорректно, да. С их стороны. Напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, говорим мы сегодня о вывозе мусора для рижан. С 15 июля появилась информация, что до 15 сентября надо перезаключить все договоры, так достаточно быстро, при этом грозит штраф, если не будут перезаключены эти договоры. Совет по конкуренции так намекает, что спешить не надо, потому что окончательного решения все-таки не принято, да, что делать рижанам в этой ситуации. И почему такая спешка, почему до 15 сентября надо перезаключить все договоры обязательно. Тут надо, наверное, немножко рассказать о том, какая система по вывозу мусора и что законодательство говорит. Законодательство говорит, что перезаключить все договоры в любом муниципалитете надо за три месяца с заключения договора с претендентом, который выиграл конкурс. То есть, этот договор был заключен 14 июня, то есть, 15 сентября, через три месяца и плюс один день, получается, вывозка начинает новый претендент. И что это значит тоже, что все те мусорные компании, которые вывозили мусор до того, они все договора кончаются. То есть, 15 сентября единственная компания, которая может вывозить мусор в Латвии, в Риге, извиняюсь, в Риге, это Активс Аберри Бетаирейна. То есть, 15 сентября будут новые машины с новыми наклейками и прочее, прочее. Но при этом на сегодняшний день ведь Клинаер тоже вывозит, продолжает вывозить. И это все-таки еще под двами компания. Все услуги, которые оказываются на сегодняшний день до 14 сентября, как мы знаем, в Риге четыре оператора, они продолжают оказываться. Но, как мой коллега говорит, что по закону, в связи с тем, что произошла эта закупка, все разрешения на дальнейшую работу, начиная с 15 сентября, автоматически теряются. То есть, все договора, которые заключены сейчас у Рижан с любой из четырех компаний, перестают действовать с 15 сентября 2019 года. Поэтому мы и приглашаем, и советуем всем Рижанам как раз не тянуть на последний момент, а как раз активно заключать договора, для того, чтобы именно не создалась ситуация, что вот именно 15-16 в первый день нет договора и так далее. То есть, тот, кто этого не сделает, с 15 числа к ним просто машина не приедет забирать мусор? Там реально ситуация такая, что компания просто не знает, что там есть мусорник, или когда его из частного дома вытащит кто-то, и не хотелось бы ехать по улицам машинам и искать контейнера. Конечно, это требует какую-то подготовку, логистику спланировать и так далее. Потому, как и коллега говорил, всем жителям, всем домоуправлением, которые занимаются, надо эти договора не надо тянуть, надо подключать, чтобы вывозка мусора была плавная, и так жители не почувствовали 15 сентября. Все-таки меня интересует физически этот момент, как вот те машины, которые раньше были к ЛНР, 15-го числа вы их будете менять, как это физически произойдет? С ночи на 15-е уже другого, с другими эмблемами машины к нам приедут? Машины будут меняться в течение первого года. То есть, мы еще будем видеть машины со старыми маркировками? По условию того же договора, есть переходный период, как коллега упомянул, что в латвийском законодательстве практика перезаключения договоров и вступления в силу нового оператора в стандарте дается 3 месяца. Почему вот эти упомянутые 3 месяца? А что касается уже технического обеспечения, то в течение года есть определенные условия того же договора, что новая компания должна произвести, в том числе это замена автопарка, в том числе это благоустройство и устройство площадок по сбору мусора, увеличение количества. Там большая инвестиция, да, мы об этом еще поговорили. Это огромные инвестиции, да, как раз вот в эту инфраструктуру. Понятно, что сделать это за один день, два дня невозможно, поэтому есть определенный срок, когда все это происходит. Поэтому это один тоже из критериев, почему и было со стороны Риги выбрана именно такая модель, потому что как раз очень огромные инвестиции со стороны публичного партнера, то есть частной компании, производятся в инфраструктуру именно города. Ну, в реальности первое, то, что жители увидят, я думаю, это будет обмен контейнеров. Будем ставить новые контейнера, это уже начнется уже перед этим, 15 сентября. Тем, которые заключат договор, будут меняться контейнеры. Я думаю, первая вещь, которая заметит жители, вторая вещь, конечно, очень важная, это инфраструктура сортировочных отходов, чтобы люди могли бы сортировать, потому что это очень важная вещь, которая помогает снизить траты за мусор. И, конечно, машины и все остальные вещи. Нам сейчас надо прерваться на новости рекламы. Не переключайтесь, мы вернемся буквально через пару минут. Мы продолжаем программу «Разворот». Председатель правления компании «Тирига» Гунтер Слевиц и член правления компании «Тирига» Валерий Станкевич у нас в гостях. Здравствуйте еще раз. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9. 672-13-93-9. Звоните, говорим мы сегодня о вывозе мусора, что меняется. И о тарифах тоже мы сейчас поговорим. Еще чуть-чуть про конкурс. Четыре компании на сегодняшний день все еще продолжают обслуживать вывоз мусора. Что с двумя компаниями, которые… Ну, вот две объединились. Две… Что с ними произойдет? Они банкротируют, закроются? Знаете ли вы их судьбу? Трудно комментировать, что с ними произойдет, но я думаю, они продолжат работать в других регионах, потому что одна из этих компаний занимается другими видами отходов, тоже я знаю. А еще другая компания работает в других регионах Латвии. Так что я думаю, они просто продолжат работать. Работают там, где работают, и, конечно, будут другие муниципалитеты, где будут тендеры, и тогда будем смотреть. Вот еще один момент. Сейчас вот эти три месяца, да, заявляется, что после того, как вот с 15 сентября, если к тому времени не перезаключен договор, вы имеете право применить административный штраф. Планируете ли вы его применять? Потому что сейчас, ну, как бы, если так вот с пониманием отнестись к жителям, их можно понять, потому что им говорят, заключайте, может быть, штраф, новая компания, все делайте. При этом есть государственная структура, совет по конкуренции, который, ну, как бы на государственном уровне говорит, есть вопросы, не спешите. В любом случае, хочется сказать, что мы, как компания по обхозяйствованию мусора, не имеем права никого штрафовать. Мы не являемся полицией самоуправления, в чьих руках эта функция и есть. То есть, таким образом, то, что я хочу сказать, что именно обязанность каждого жителя, создавателя отходов, или, как сказать, производителя отходов, то есть, каждого из нас, именно, участвовать в системе санитарных норм города, которые именно, вот, муниципалитет выбрал именно такую модель, произвел закупку. То есть, это наш гражданский долг каждого человека, да. У нашей компании, ну, нет карательной функции. То есть, если после 15 сентября кто-то получит штраф за то, что не перезаключил договор, это будете не вы? Я думаю, ну, в реальности мы, как компания Клайнер, заходили в ноги самоуправления, но в реальности мы все понимаем, конечно, что есть какая-то масса жителей, которые не успевают, по многим причинам не успевают заключить договор. Есть такие люди, которые просто просыпаются, когда первый раз не вывозят мусор, потому что нет договора. И, конечно же, это было бы нечеловечно, первый день с штрафным блокнотом идти и штрафы выписывать. Просто надо попытаться за этот договор заключить сейчас, именно чем быстрее, чем лучше, потому что это будет плавнее переход. Ну, если, конечно, договор не будет заключен до 14 сентября, это можно будет сделать и 15, 16, 18 и октября, и ноября, и также в следующем году и так далее. — Если у Совета по конкуренции все равно останутся вопросы какие-то, и они будут применять какие-то в их руках то, что находятся, запреты, предупреждения, еще что-то, ваши действия какие будут? — Это трудно прогнозировать, потому что это был бы беспрецедентный случай в Латвии. Таких случаев не было, чтобы запретили вывозить мусор. Но я думаю, что какое-то решение в любом случае надо будет найти, и вывоз мусора, я надеюсь, не остановится. — То есть вы не прогнозируете, что будет обнулен, например, результаты этого конкурса? — Сценарий может быть любой, но в любом случае… — Мы не видим никакого, я помытуем, чтобы такие решения принимать. Конечно, надо ясность в этом вопросе, но, как мы и говорили в самом начале дискуссии, что многие институции тоже согласовали, весь этот процесс, свой законный путь прошел, и сейчас уже, в принципе, последние месяцы, пару дней, надо заключать договора, чтобы вывоз мусора состоялся 15 сентября. — Плата за вывоз мусора тоже волнующий вопрос всегда, и уже на 3 евро, по-моему, поднимается тариф. Тариф был 18, стало 21, и говорят, что, ну, скорее всего, что будет повышение. В связи с чем инвестиции тоже большие, планируется около 100 миллионов, насколько мы знаем, если все правильно. Отразится ли это, кто будет платить за вот эти инвестиции? — Самое важное то, что плата за несортированные отходы повышалась уже последние 10 лет точно, и последние 5 лет это было очень довольно быстро повышалось, и она будет повышаться по-любому, потому что это государственная и европейская политика за несортированные отходы поднимать налог. И вне зависимости от того, где вы живете в Латвии, кто оператор, эта плата будет расти каждый год, и это никто ничего не сможет сделать. Потому что очень важно жителям начинать думать о том, что надо эти отходы сортировать, потому что вывоз сортированных отходов бесплатно. И в реальности получается так, что если хорошо сортировать, можно снизить ежемесячную плату даже на 50%. — То есть повышается вывоз мусора вот этого классического контейнера, если вы живете в обычном доме, который выкидываем внизу, общий контейнер. Вот за этот вывоз будет повышаться? — И она будет повышаться каждый год. Я думаю, министр среды тоже сказал, что этот налог будет расти в 2021-2022 году, потому что иначе очень трудно сказать жителям, что сортировать надо. Это как бы экономический стимул сортировать, потому что, как я уже говорил, сортированные отходы бесплатные. — Более 40% от самого тарифа – это как раз и есть налоговое бремя. И то, что мой коллега говорит, что именно налоги и налог на природные ресурсы с каждым годом повышается. Таким образом он влияет и на тариф по вывозу мусора. — Ну, тут можно вам парировать тем, что замечательно сортировать, и вроде все бы и рады, но, например, вывезти даже стеклянные бутылки для жителей, например, микрорайона, да, там есть три точки на районе, куда надо везти, ну, да, иногда это лень, иногда просто неудобно, нет времени и прочее, и прочее. Как жителю обычного классического дома в микрорайоне сортировать мусор, если это не новостройка, где уже предусмотрено действительно, там есть контейнеры для разного вида мусора, как сортировать? — Как раз в данном случае в рамках этой закупки эти вопросы и решаются. То есть в плане на ближайший год как раз увеличить количество пунктов, где любой житель, публично доступных пунктов, любой житель может сдать вторичные отходы, то есть это упаковка, это тоже стекло, до 2,5 тысяч приблизительно. Сейчас в Риге около тысячи таких точек, как вы говорите, то есть в любом микрорайоне это должно увеличиться более чем в два раза. В том числе планируется обустроить около 12 площадок, то есть куда опять-таки жители могут создавать более широкий спектр именно отходов. Таким образом, принимая вот это активное участие в сортировочном процессе, уменьшая свой утилизируемый объем отходов, за которые надо платить, потому что все, что я упоминаю, это абсолютно бесплатно. Также мы предлагаем разного рода решения, вот как вы говорите, что это надо куда-то, как-то есть специальные, будут специальные сумки для вторичных отходов, которые являются как инструментом, может быть, в каких-то более маленьких жилищных пространствах, так сказать, для накопления вторичных отходов. В частных домах тоже. Так, что это за сумки? Расскажите подробнее, как это будет выглядеть. Есть такие сумки, ну, скажем, там, литров на 30-40, которые… Да, они из холщовой или из пластмасса? Полипропилен. Ну, пластмассовая сумка, скажем так, да. Они маркированы… Одна сумка для стекла, одна сумка для упаковки. И в них можно в доме выкидывать эту чистую упаковку и стекло, и потом в любой точке, где есть контейнера, ее выкинуть. Сразу в этом уже мешке маркированном? Нет, мешок многоразового использования. А, угу. Но вы его будете предоставлять бесплатно или продавать для того, чтобы людям там… Для частных домов, те, которые заключат договор, до 31 августа мы даем в подарок этот комплект этих сумок. Угу. Ну, вот еще один стимул для тех, кто все-таки решил. Но все равно это как это будет выглядеть? Это будет специальная точка где-то, о которой вы будете сообщать? Или это внутри, вот там, где стоит контейнер для общего мусора, рядом как-то еще обустроят? Или там во дворе будут эти контейнеры для состровки? В многоэтажных домах это, конечно, чтобы для жителей было бы удобнее. Это там же, где есть контейнер для бытового мусора, не сортированного, будет рядом и контейнер для упаковки, контейнер для стекла. Конечно, надо, то, что надо делать жителям, если такого контейнера нет, то им надо в своем домоуправлении спрашивать, потому что есть, к сожалению, есть дома, которые не хотят сортировать. К сожалению, мы знаем сами микрорайоны, что люди намного больше хотят места для одной машины парковки, чем для двух или троих контейнеров. Это надо просто жителям квартирного дома самим принимать решение, и сразу, когда это решение есть, мы этот контейнер поставляем. То есть самоуправление вы будете запрашивать у конкретного дома, вам надо или не надо? Жители решают и сообщают. Немножко наоборот, именно жители принимают решение о таком желании установки данных контейнеров, обращаются к своему управляющей компании, которая работает именно... В стандарте, конечно, это домоуправление заключает договор. Если, например, это один дом, то это стандарт, в принципе, уже предлагать контейнер для бытового и для сортировки. Они могут, конечно, сказать нет, но это очень нежелательно. Другой вопрос, если между жителями, мы знаем, что в одном доме могут жить разные люди с разными взглядами, кто-то, например, сортирует, у него вообще не остается никаких отходов общих, он все сортирует. И в другой квартире живет человек, который ему не надо сортировать, он в этом не заинтересован, не хочет этим заниматься. Тут встает вопрос. Один человек говорит, вот я сортирую, как бы для меня это бесплатно, да? Почему я должен все равно, у меня в счете будет появляться эта категория вывоз мусора, почему я должен платить за кого-то? У него есть какие-то опции для того, чтобы отказаться от этого и доказать, что он сортирует мусор? Ему это не интересно. Для юмора можно сказать, опции есть. Жить в доме частном, тогда ты можешь влиять. Но это, конечно, минусы квартирных домов. Есть вещи, за которые мы все платим, и мы как ипошнеку копии отвечаем за это. Это, конечно, будет всегда квартира, которая не сортирует, будет квартира, которая очень хорошо сортирует. Но потому еще особенно важно, что в этом проекте очень много большого внимания и ресурсов отделено на то, чтобы именно объяснять жителям, почему надо сортировать, почему надо создавать меньше мусора, и какое влияние это оставляет не только на их кошелек, на финансы, но и на наше будущее, как людей. Как общество и планету. Вот это, да, это тоже важный вопрос по поводу того, что на компании, насколько это активно будет объясняться, это будет в каждом доме, будет висеть, не знаю, та же, например, карта ближайших пунктов для сортировки мусора. И что надо сортировать, это все, кто будет делать вы, как ответственная за вывоз мусора компания. Насколько это будет симпатично для людей, привлекать их внимание? Это будем делать мы. Это, между прочим, очень хорошая идея. Например, в всех домах какую-то мини-карту поставить, где, например, находится самый близкий контейнер. Это работа, которая будет производиться во весь срок договора. То есть, если мы сейчас понимаем, что самое важное – объяснять жителям, что вообще надо сортировать, то, может, через года 2-3-4, когда все уже будут лучше сортировать, мы уже начнем думать о том, что надо меньше отходов делать. Потом, может быть, какие-то еще вещи придут, которые мы поймем, которые надо будет объяснять. Потому что, скажем так, это процесс, который все время развивается сам собой. Вот по поводу того, что объяснять, что и как, у многих людей есть такое скептическое отношение, что вот мы сортируем, потом все равно в Гетли не привозят, у нас же нет завода по перерабатыванию стекла или завода по перерабатыванию пластика. Зачем мы сортируем, если в результате все равно все привозят, все равно в кучу кидают и все. Это очень такое в нашем опыте характерное заблуждение. На самом деле это не так. Каждую фракцию, то есть каждый материал забирает отдельное транспортное средство и везет уже на сортировочные линии. То есть, если мы говорим про упаковку или про стекло, это действительно едут разные машины и везут не на полигон в Гетлине, везут, ну, на сегодняшний день каждый оператор везет на свою станцию, где он еще раз обрабатывается, отсортировывается какие-то там примеси и так далее. Это ни в коем случае не попадает в Гетлине. Самое популярное, конечно, мы знаем уже о жителе, что вот мы видели, приехала машина и все сгрузила в один контейнер. Такое, безусловно, происходит, но это не значит, что машина приехала, забрала все сразу и уехала. Это значит, что до этого приезжала машина по отдельному сбору. И наши сотрудники констатировали, что в контейнере, к примеру, из-под стекла очень много примесей бытового мусора, и чтобы не испортить общий груз машины вот именно на этом маршруте, передается по смене следующему экипажу, что этот контейнер уже испорчен, и его содержимое надо забрать вместе с бытовыми отходами. И такие ситуации, к сожалению, особенно в многоквартирных дворах, происходят достаточно часто, как вы упоминали, что сосед не сортирует, не смотрит на контейнер и просто портит труд другого человека. Мы вообще как? Какую вы оценку дадите, если вы пересматриваете потом уже отсортированный мусор, насколько хорошо он отсортирован? Какую оценку вы поставите жителям Ригио? Очень отличается дом от дома. Это даже трудно представить, как отличается качество от дома до дома. То есть человеческий фактор? Да, конечно. Это самое то, что я бы хотел сказать всем жителям. Одна вещь, которую надо понять, если ты совсем не хочешь сортировать, и тебе не интересует долгосрочность планеты и так далее, и так далее. И тебе лень, я хочу просто всё выкидывать. Надо посмотреть на контейнере, не надо в сортировочный контейнер кидать бытовой мусор, потому что это портит труд других, и потом этот материал уже не использовать. Потому что если, например, там картон, и на него кто-то налил кефир или молоко, или яйца там выкинул, этот материал уже нельзя перерабатывать, не перерабатывается технически. У вас есть, вы же внутри, может быть, там без названия конкретной улицы конкретного дома, в каком районе находятся вот эти вот отличники по сортировке мусора? Ну, тенденция такова, что лучше сортируют в новых домах. То есть там, где на вас стройки? Да. Вопрос даже больше закрытости территорий. То есть где люди более-менее, ну, или контейнеры более-менее изолированы для определённых жителей, это, безусловно, позитивно сказывается и на самом материале. То есть и сами жильцы понимают, что они более... Ну, ответственность друг за друга тоже какая-то появляется. Это ещё одна вещь, которая планируется первые года. Те дома, где больше контейнеров, чем три контейнера, будут ещё эти... Специальные ограждения сделаны для именно вот домов, как мой коллега говорит, где более трёх контейнеров и больше. В течение трёх лет планируется установить навесы, заборчики специально так, чтобы это как и эстетично выглядело лучше, в том числе и они будут оснащены у нас замком, то есть так, чтобы опять-таки ограничить, может, доступ к каких-то, ну, несанкционированных выбросов мусора. Ну, вот ещё один момент, который появился, такой разговор, что будут новые вот эти вот, когда смена всех контейнеров будет происходить, что на каких-то будут стоять замки, и люди сразу там переполошились слегка с разговорами, что вот теперь там под замком будет мусор, то есть, чтобы там человек не мог выкидывать в соседний контейнер. Под замком контейнера есть и сейчас. Это тоже как… Зависит от дома до дома, потому что есть дома, которые, например, находятся в больших улиц, и, не дай бог, этот контейнер ещё виден из большой улицы. И тогда мы знаем, что это не секрет, что проезжают машины, не знаю, с дачи едут или куда едут, останавливаются, кидают. И просто эти жители платят за мусор полриды, получается. Они, конечно, не хотят это делать, просто единственное решение – это поставить замок, например. Это, конечно, возможность, и это можно сделать. Но по большинству сказать, что это не такой принцип закрывать эти контейнера. И сейчас, с 15 сентября, то есть, тоже это будет по согласованию с клиентом, то есть, не будут все рижские контейнера с замком, они будут точно такими же, только с новыми брендами, наклейкой и так далее. Замок – это уже по согласованию с клиентом. Если есть желание, то, конечно, установят. Пишет нам в WhatsApp, задаёт вопрос. Слушательница, как частным домам сортировать мусор? По каким контейнерам? Будут первые. Частным домам мы предлагаем три вида сортировки с 15 сентября. Первый вид, чтобы избавиться от сортированного мусора бесплатно, это эти сумки, которые мы уже припомянули. То есть, каждому дому, который заключит договор до 31 августа, бесплатно даётся комплект сумок. Две сумки, одна для стекла, одна для упаковки. Там это и то, что в этой сумке можно выкинуть любой контейнер не бытового, а сортированного мусора совсем бесплатно. Вариант другой. Если пять или больше домов соседей решают, что они хотят делать какую-то точку, например, у себя в районе, где сортировать мусор, они придумывают, где эту точку делать. И мы приезжаем, ложим большие контейнеры, ну, большие, то есть, сортировочные контейнера для стекла и для пластика, и бесплатно их вывозим, и все соседи могут там бросать этот сортированный мусор. Ну и третий вариант – это такая уже маленькая экстра. Если кто-то хочет контейнер дома, именно вот у меня частный дом, я вот хочу для стекла и жёлтый для микс, это можно… Вот эти большие, да, которые стоят? Ну, это небольшие, это, скажем так, они такие, ну, на двух колесах. Можно их и арендовать, вывоз мусора бесплатно, но за сам контейнер надо будет платить за аренду. Вот по поводу, вы сказали, что будет смена, менять контейнеры, они сейчас, ну, прямо, скажем так, которые для бытовых отходов, они, ну, не очень приятно выглядят, и запах соответствующий. Их вообще меняют, как часто? Есть какое-то, что там раз в три месяца надо поменять, помыть? Как это происходит? Будет, значит, мыть контейнеры, дезинфицировать, надо будет проводить два раза в год. А сейчас как часто это происходит? Сейчас происходит, но я не припомню, как часто это должно происходить. Надевайте наушники, у нас уже немного времени остается. Звонок примем, попрошу очень коротко задать его. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот во всем мире борются с монополистами, а тут мы создаем систему опять монополию, и мы никуда не денемся от повышения цен, которые и так уже повысились. Я, в частности, платил, вот на фирме у меня коммерческое помещение, платил вначале 6, потом 10, и в этот раз пришло уже, вот сейчас счет, уже 16 евро. Это совершенно ненормальная цена, где указано, что там два человека. И теперь, значит, получается, что монополист опять будет повышать цены. Причем, что значит договор на 20 лет? Мы тут на аренду пытаются втюхнуть 10 лет договор максимум, а здесь хотят нас подвязать на 20 лет, и мы никуда не денемся со всеми повышениями цен. Я думаю, что в договоре будут и штрафные санкции и так далее. Полный абсурд. Спасибо. Что скажете? Ну, надо сказать, что, во-первых, очень можно сортировать. Если мы больше сортируем, меньше бытовых охлодов, меньше получается этих платить за сами отходы. Но это платит потребитель, не платит, например, за вывоз сортированного мусора. Но кто-то же за это платит? Да. Это включено в плате не бытового мусора. То есть пока это покрывается. А если мы все через 5 лет перейдем на сортировку мусора? Ну, будем реалисты. Мы тоже, скажем так, Латвия, они первым месте в Европе, они даже не в 10-м и даже не на 15-м месте в Европе по сортировке мусора. У нас, если в Латвии 27 или 28% сортируют, в Риге 10% или 11% только сортируют, а в 2025 году нам надо по европейским дирактирам сортировать 50%. То есть и по всей Европе уже, как я уже говорил, государственная политика, единственный, скажем так, действительно, который работает, этот вариант, это повышать этот налог. И это независимость ни от чего, это просто от того, кто будет работать, кто будет вывозить мусор. То есть вы планируете, что пока вот это будет покрывать вывоз бытового мусора, компенсировать бесплатный вывоз сортированного мусора? Да, это мы, когда мы считали предложение, мы имели в виду, что будет повышаться объем сортированных отходов, и это включено в цене. А насчет цены, именно то, что жители, наверное, боятся, есть конкретные варианты, когда можно только поднимать цену. Ну, это, по-моему, там были три или четыре варианта. Один – это если поднимается налог по ресурсам, другой – это если поднимается плата у полигони, чтобы сдать эти отходы. Третий – это инфляция, и только такая инфляция, которая была в государстве, там нельзя сказать, что вот, например, у меня инфляция там другая была. И четвертый – это стоимость топлива. Только четыре варианта, когда можно поднять цену. Мы не можем идти и сказать, что мы в следующем году хотим, не знаю, 30% добавить. Это невозможно. У нас остается минута времени по поводу новых машин. Вот и слушатели нам тоже пишут, что еще бы мусоровозы хотя бы иногда мыли, и прилагают фотографию. Ну, да, действительно, не самый приятный вид, и, ну, говоришь, что да, сортировка – дело хорошее. Будут новые мусоровозы, будет тоже конкурс, закупка, как это будет происходить, или вы уже все знаете? Машины уже заказаны. Проводился конкурс, или как это происходит? Ну, это мы закупаем машины, мы частная компания. Мы, конечно, выбираем лучший вариант для нас, который нас устраивает. Машины уже заказаны, во первый год будет заменен весь автопарк, и в течение всего договора есть требование, что машины не могут быть старше 8 лет. То есть, это, в принципе, значит то, что все эти черные дымы, которые мы сейчас видим иногда от этих машин, их больше не будет. Спасибо, нам пора заканчивать. К сожалению, время заканчивается, но вопросы еще остаются. Ну, после 15 сентября обязательно пригласим вас, поговорим еще. Председатель правления компании «Террига» Гунтер Слевиц и член правления компании «Террига» Валерий Станкевич были у нас в студии. Программу провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссер Евгений Копин. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok